Если подводить итоги, получается, что они нас опередили в военном строительстве, в энтузиазме, с которым они боролись, потому что воевать в армии штатного, штатной армии, даже воссоздаваемой из пепла, в государстве. Вы сказали, что в гонке вооружения не нас даже обогоняют. В военном строительстве, и в гонке вооружения, безусловно. Это с чем получается соревноваться? С Россией, которая там в Саружене-то вроде бы... Да, у России и больше опыта военного строительства, и больше опыта локальных конфликтов незаконных, и гораздо больше неизмеримый потенциал, в том числе военный. Они нас опередили. Но это опережение оказалось недостаточно, не настолько серьезным, чтобы решить задачи военным путем. Условно говоря, сильно примитивно, они нас опережают на 30-50% по вооружению, по мотивации бойцов, по строительству военному. Но этих 50% недостаточно, чтобы сломать нашу оборону. Они отстроили вооруженные силы на Россию, всю эту систему, очень хорошо, экспресс-службы и так далее. Хорошо в сжатые сроки, в скрытном режиме и прочее. Что у них не получилось? Они ошиблись с оценкой нас как стороны конфликта. Они не просчитали добровольцев, не просчитали волонтеров, не просчитали наших, когда оценивали нашу способность сопротивляться, не просчитали общего энтузиазма в деле защиты страны, не просчитали наши... ошиблись в оценке нашей способности восстанавливать боеспособность и реальную возможность сражаться. А мы восстановили. Сейчас у нас более-менее армия, которая управляется. Она отстает от российских вооруженных сил по техническому оснащению, но она управляется и она воюет на своей территории. Поэтому на фронте возникла тупиковая ситуация, как в Первую мировую войну. Позиционная такая. Не туда, не туда. Они не могут взломать нашу оборону своими решительными наступательными действиями. Вообще никакими. Даже, мы много раз об этом говорили, если они сейчас перейдут в полноценное наступление, поднимут авиацию, там начнут использовать все это, они не сломают ее. Нам не будет хорошо, мы будем иметь бледный вид, но мы уже не проиграем. Потому что мы уже отковали армию. А мы не можем на них наступать, потому что они нас превосходят. И могут накачать, если мы перейдем на наступление, они свою оборону могут спокойно через дрябую границу накачать, до такой степени, чтобы мы не продвинулись. Мы можем, конечно, внезапно, нанеся удар, продвинуться на 5-10 километров, 20 в разном местах, и оплатить это двумя тысячами убитых бойцов. Только для того, чтобы линия разграничения легла на 20 километров правее. То есть это никому не нужно. Значит, этот конфликт не имеет решения военным путем в настоящий момент. Мы уперлись. И они уперлись, и мы уперлись. Но цели конфликта по-прежнему актуальны.